Третья сила – это любовь к Богу или вера в человек. Она дает возможность человеку преодолеть непреодолимое. У каждого человека есть непреодолимое. Кто-то не может жениться, кто-то не может быть здоровым, кто-то не может на работу найти. Но если человек молится, у него это и пошло двигаться. Как? Никто не понимает. То есть эти божественные силы. Как человек становится здоровым, потому что он на природе бегает и любит всех, желает всем счастья. Никто не понимает, но это факт. Человек начинает на природе, больше будет, он становится здоровым. Врачи не могут до конца понять, как это происходит. Но это очень просто понять, потому что здоровье человеку дают силы природы. Мы заряжаем свой организм, у нас в организме как батарейка. Мы заряжаем силы природы. Солнце дает человеку хороший иммунитет, оптимизм. Дает ему хорошее пищеварение. Дает ему способность побеждать инфекции. Способность рассасывать опухоли. Солнце дает. Воздух, ветер, прана, жизненные силы природы. Дает человеку бодрость, хорошую работоспособность, концентрацию внимания, выносливость. Земля дает человеку спокойствие, хороший сон, отдых. Противовоспалительные процессы происходят за счет энергии земли. Вода дает человеку гармонию, дает человеку наполнение. То есть он как бы питается энергией воды, питается жизненной силой, наполняется жизнью. Все гармонично начинает работать у него внутри, в организме. И с функцией никаких нет. Вода дает человеку спокойную, такую доброту, хорошее отношение. Способность принимать разные условия климатические, энергии воды. Если человек любит воду, дает такая возможность. Поэтому закаливается человек, переносит хорошо климат, закаливается начинает. Деревья дают человеку терпение. Вообще растения дают человеку терпение, способность переносить трудности. И так далее. Природа дает человеку здоровье. Но мы с вами говорим сегодня не о природе, а о отношениях между людьми. Мы говорим о людях. И надо понять, в чем разница между мной и счастьем. Почему я не соединился с этим совсем? Почему я не имею счастья? И давайте изучать тогда эту тему. Пытаемся понять все это поглубже. Есть еще одна психическая структура. Разум примерно понятна. Разум побеждает судьбу. Человек обретает знания. Он с помощью памяти направляет себя в нужное русло в жизни. Его судьба постепенно теряет над ним силу. Он помнит о хорошем, а не о плохом. У него возникает позитивное мышление. Он радуется жизни, не печалится. И в результате он становится победителем. С помощью разума. Разум означает так же заставить себя. Разум заставляет. Ум говорит, это тебе нравится, давай. Разум говорит, нельзя, уже поздно. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...